Татьяна Александровна Хлудчина всю жизнь работала инженером, а сейчас на пенсии ветеран труда. В свои 80 с небольшим ведет активный образ жизни, до пандемии часто путешествовала. Первую прививку от коронавируса сделала в июне прошлого года. Этой зимой ревакцинировалась. Чтобы не заболеть, лучше сделать прививку, потому что в моем возрасте с моими хроническими болезнями мне именно сама болезнь навредила бы очень сильно, были бы последствия нехорошие. И поэтому я только, исходя из этого, я сделала прививку и всем своим друзьям и родственникам советовала. Поддержала Татьяну Александровну в решении привиться и социальный работник Наталья. Она помогает пенсионерке с продуктами, коммунальными платежами, лекарствами, а также добрым словом. Наталья Корсун работает в соцслужбе больше пяти лет. Профессия предполагает тесное общение с пожилыми людьми, самой уязвимой группой населения, поскольку COVID-19 сильнее всего поражает старшее поколение. Поэтому прививка не только забота о своем здоровье, но и о здоровье своих подопечных. А их на обслуживании у Натальи 12 человек. Социальные работники привиты сами и регулярно рассказывают о важности вакцинации пожилым. У меня практически все сделали прививки, за редким исключением, у кого в тяжелой форме сахарный диабет, это медотвод официальный, а остальные все привиты. И ревакцинацию все прошли. И, конечно, мы предупреждаем наших подопечных, чтобы все равно быть осторожнее. Но они у меня смелые, они все привиты, и они могут посещать общественные места. Вакцинация сегодня единственный действенный способ – предотвратить тяжелую болезнь и выработать коллективный иммунитет, способный остановить дальнейшее распространение инфекции. Напомним, что 4 апреля в области пройдет единый день вакцинации. В Самаре помимо стационарных пунктов, в поликлиниках привиться можно будет в пункте на базе областной библиотеки на проспекте Ленина. Пожилые люди при необходимости могут вызвать прививочную бригаду на дом, обратившись в поликлинику. Светлана Кудрявцева, События.